здравствуйте уважаемые соотечественники я сегодня провожу эфир опять в новом месте как я ранее говорю мне приходится регулярно менять мое местоположение как минимум раз в месяц бывает правда реже вот сегодня я провожу свой прямой эфир с нового места мне пишут говорят что я длительное время отсутствовал эфире это правда но события различные вызревали как нашей стране такие в мире и собственно вот я исходя из этого сделал паузу и сейчас вот начиная с этой недели уже буду регулярно выходить в эфир и соответственно мы будем обсуждать наш план действий и так на этой неделе ну сегодня и в конце этой недели прошлой недели было объявлено о том что на выборах президента победил кандидат от демократов байден но на самом деле весь мир очень внимательно наблюдал за событием в америке потому что америка влияет на весь мир на политические процессы в любой стране зависимости от того какая будет принята политика нового президента которого поддержал народ америки и собственно и казахстан не исключение многие мне задают вопрос спрашивают а что ожидать по итогам выборов после победы кандидата от демократов байдена какие изменения будут нашей стране и является ли этот кандидат поддерживающим режим султана назарбаева хочу сказать сразу что хотя наши средства масс-информации и не только наши и американские другие любые другие зарубежные средства масс-информации распространили фотографию на котором сам байден стоит скажем фотографируется вместе с каримом асимовым с главой комитет национальной безопасности рядом еще стоит кеннис ракшир это поставной собственник нурсултан назарбаева бывший партнер тимура кулебаева и многие сложилось впечатление что вот байден теперь будет помогать казахстану это не так собственно сама америка так построена что диктатором приходится туго когда когда америка принимает решение оказывать влияние давление на диктаторские режимы но сейчас это происходит с беларусью когда и америка и европа объявили о масштабных санкциях против лукашенко и его ближайшего окружения конечно же сейчас вы увидите средства масс-информации растиражированные фото наш режим будет намекать что вот байден нам поможет байдена мы можем не бояться что этот режим будет и далее существовать это уверен не так и я сейчас по этому поводу объяснил дело в том что республиканцы собственно сам трамп они не собираются сдаваться будут требовать пересчеты голосов ну итог любом случае известен но как в сенате так и конгресс сша существует определенное количество как демократов такие республиканцев и все время идет борьба между основными двумя политическим партиям америки ясно что если в прошлом году демократы инициировали импичмент против трампа и не сумели достигнуть успеха но подорвали его репутацию это не значит что они не добились результаты более того они как раз таки благодаря в том числе и этому действию добились успеха и трамп проиграл итоги выборов президента что будут делать республиканцы республиканцы будут делать по сути то же самое они будут в новом году и последующем атаковать байдена обвиняя его в том что поддерживал или имеет какие-то контакты с диктаторскими режимами и вот то что сейчас везде американские сми западные сми появилась эта фотография рядом с карима масимовым и с кенец мрачевым стоял в центре байден это будет использовать против байдена а именно обвинять том что его сын байдена получал финансирный от кенец ракишева кенец ракши в свою очередь он сотрудничает рамзаном кадыровым главой чесни а рамзан кадыров находится санкционном списке америки получается что рамзан кадыров сотрудничает с кенецом ракши и с тимуром кулебаевым у них совместные проекты при этом рамзан кадыров находится санкционном списке америки а эти люди частности кенец ракши фотографируется с байденом и более того оказывал помощь финансирование сыну байдена это безусловно республиканский использует республиканцы будут говорить что как же так сын байдена получается получал какие-то деньги от кенец ракши в тимура кулебаева и эти люди сотрудничали с человеком который находился с национным американском списке значит байден помогал диктатором таким образом конечно же на байдена будет оказано давление со стороны республиканцев этот аргумент будет серьезно использован и чтобы скажем оправдаться байден должен действовать жестко наоборот бить по казахстану частности по этим людям и большая вероятность что они попадут как раз таки санкционные списки потому что они имеют бизнес с рамзан кадыровым поэтому я это открыто говорю и эти угрозы для себя думаю что понимает и тимур кулебаев и кенец ракшев и глава кмб карим массивов что называется им кажется что может на данный момент казалось что все ура у нас есть контакт с байден это будет все с точностью до наоборот также было с трампом которые обвиняли в связях с путиным что путин с ним дружит якобы путин финансировал его какие-то проекты и трампу чтобы дистанцироваться от путина пришлось подписать множество разных санкционных решений более того я так скажу что при трампе было последние пару лет подписано больше различных санкционных решений против россии чем до трампа то есть таким образом трамп дистанцировался путина не зря они радовали что трамп пришел к власти пили шампанское и получилось что именно при трампе россии получила огромное количество различных санкций то же самое ожидает и казахстан собственно самого назарбаева еще несколько слов о политике байдена байден сразу заявил что как только он придет к власти он будет добиваться чтобы российская нефть не продавалась на международных рынках что это значит вот представьте себе россия производит почти 550 миллионов тонн нефти из них половина уходит на международные рынки если западные страны откажутся покупать российскую нефть вы понимаете что произойдет это будет обвал всей экономики россии это обесценивание российского рубля ну вы прекрасно знаете что тенге привязан к российскому рублю в рамках торговых партнеров если говорить россия занимает первое место в обороте между казахстанами россии затем идет китай поэтому обвал падение стоимости рубля автоматически приведет к обвалу стоимости тенге вот собственно я вам сейчас говорю о тех перспективы которые выглядывают впереди конечно байден не может как президент единоличные решения принять будет борьба и конгрессе и в сенате это будет непростая борьба но байден взял на себя обязательства он публично объявил что именно опасностью для америки стала россии и поэтому необходимо ее ослабить применить санкции ну связи с тем что казахстан находится евразийском союзе однозначно санкции ударит и по казахстану ну и второй план второе действие которые озвучил байден это отключение от платежной системы свифт это значит все международные платежи основные объемы которые проходят через систему сет для россии это будет потеря доступа это значит замедление контрактов а их оплата это будут сбои во всей банковской системе соответственно кризис с платежами и кризис в банках вот что обещает сделать байден если это он сделать однозначно будет мощнейший удар по экономике казахстана ну таким образом уважаемые друзья вы понимаете сколько и как дорого нам приходится платить от того что казахстан находится евразийском союзе именно с путиным не с россией я уверен что наступит времена когда россия станет сильной демократической страной не во главе с путиным который показал себя показал что он диктатор показал что он плевал на мнение людей фальсифицировал поддел конституции и так далее это такой же человек как и назарбаев поэтому